Здравствуйте, уважаемые зрители моего канала! Сегодня видео под названием Общие принципы лечения от паразитических грибков-микромицетов любых частей тела и внутренних органов от кишечника до стоп-ног. Комплексное, серьезное лечение и профилактика. Поскольку у меня на канале уже выходили видео, объясняющие природу поражения организма человека грибками-микромицетами, то есть низшими паразитическими грибками, от батритиса до аспергилюса, то есть от серой до черной плесени, и кандиды, и прочих. И поскольку в тех видео я уже пояснял особенности жизнедеятельности самих грибков-микромицетов, то сегодня я не буду все это повторять и пояснять заново то, что уже пояснял не раз, а только дам вам для удобства поиска ссылки на эти очень важные видео, которые, надеюсь, для вашего же блага, для информации, для знаний, вы посмотрите после завершения просмотра этого видео, которое вы сейчас смотрите. А сейчас я вам поясню главное. Общие принципы, стратегии и профилактики в лечении от всех грибков поясню алгоритмы. То есть дам вам общий план действий, необходимый каждому человеку для победы вашего же иммунитета организма над паразитическими грибками. И эти меры, внимание, еще являются и профилактикой от онкологии и от доброкачественных опухолей. Связь здесь прямая. Итак, какие болезни, ясно говорят, показывают, что у вас в организме есть точно какие-то грибковые поражения. То есть наличие грибков-микромицетов у вас определено. Это не только грибок ног, стоп, пальцев, ногтей. И не только кандида, скажем, альбиканс или прочие виды кандид. То есть то, что и так очевидно для всех и простых людей, и врачей. Но это еще и все кожные болезни, от псориаза до любых дерматитов. Также это то, что если есть любые болезни, оканчивающиеся на ит. То есть синусит, гингивит, цистит, стоматит и прочее. Ну и если есть любые доброкачественные или, не дай бог, злокачественные опухоли. Вот все это говорит о гарантированном наличии у вас в организме тех или иных видов низших паразитарных грибков. То, что они опасны и что они нам враги полагают говорить излишне. В чем же главная стратегия победы над всеми видами грибков вне зависимости от их рода и вида? А вот в чем. Необходимо создать им среду, некомфортную для них, более того, пагубную для их жизни и развития. А для этого надо знать азы их биологии и биохимии. И вот они. Что же эти грибки микромицеты любят? Пять основных пунктов. Первое. Сырость. Второе. Тепло. Третье. Кислую среду организма. Четвертое. Продукты распада клеток. То есть они любят большое количество белков, которые люди с пищей получают. И не в полной мере организм очищает себя от продукта метаболизма белков. То есть гнойные токсины и тому подобное. В клетках и тканях. Внимание. Это не только залежи гной и слизи в легких, в нижних частях легких бронхах, в гайморовых пазухах, в иных полостях организма. Но это еще и кацерваты в клетках. То есть по сути такие микромешочки с гноем в самих клетках. Когда лимфатическая система не способна вывести продукты метаболизма в полном объеме из клеток межклеточного пространства и тканей. И пятое. Сахар. То есть глюкоза, фруктоза и другие сахара вроде сахарозы. А что же грибки не любят? Очень просто. Это противоположное тому, что они любят. И если тепло мы у них не уберем, как и влагу, пока мы живы. Так как мы состоим из воды, все обменные процессы происходят в водной среде. И пока мы живы, мы выделяем тепло в результате метаболизма. То три последних пункта мы не только можем, но и должны убрать, если, конечно, хотим устранить колонии грибков из организма. И предотвратить неминуемое рано или поздно. То есть прямое следствие поражения грибками микромецетами. То есть онкологию. А связь тут прямая, и я ее многократно пояснял в своих видео, ссылки на которые будут под этим видео, как я уже обещал. Итак, из этих трех пунктов, на которые мы можем повлиять. Первый пункт. Кислая среда. Она возникает в организме по причинам потребления белковой, в первую очередь, пищи. Поскольку она богата азотом, главным закислителем. Особенно пищемясной, животного происхождения. Но не только. Это и кофе, различные газированные напитки, не дай бог, кто употребляет алкоголь и тому подобное. Кто мало потребляет воды, а потребляет разные напитки. Те люди закисляют свой организм, кто потребляет кислую воду. С по 6 или выше. Например, жители Ленинграда и так далее. В этой связи посмотрите мое видео. Так закислять или ощелачивать организм? Все поймете. Второй пункт. Белок. Высокомолекулярный белок. Свидеть его потребление к минимуму лучше вовсе не ешьте несвойственную человеку, как виду пищу, то есть мясо и другие продукты животного происхождения с высокомолекулярными, сложными в разборе белками. Чтобы все понять, а не верить, обязательно посмотрите, вот если хотите разобраться реально. Эти мои видео. Первое, с провокационным названием «Мясо надо есть». Второе, раздельное питание. Третье, зубы и мясо. Четвертое, девять причин болезни. И пятое, в зелени белка больше, чем в мясе. Помните, гниение – любимая среда для многих грибков-микромицетов. Та же кандида, ее основная колония, где находится в кишечнике. Ображение в кишечнике, газообразование, вздутие вызывают сами грибки. И патогенные бактерии кишечника при неправильном сочетании пищи и потреблении сладкого. Переходим как раз к сладкому сахару. Третий пункт. Сахар. Быстрые углеводы, глюкоза и фруктозы. Сахар – это главный продукт, дающий грибкам, микромицетам и раковым клеткам энергию для их жизнеразвития. Помните, есть простая истина. Для всех клеток нашего организма есть два пути получения ими, то есть всеми родными нашими клетками организма, энергии. Первый – это гликолис и цикл Крепса, то есть получение энергии за счет расщепления глюкозы и фруктозы, то есть моносахаридов. Это самый простой, вернее, быстрый способ, и работает он всегда, если человек ест хоть что-то сладкое на вкус. А второй путь – это энергия, которая высвобождается за счет расщепления жиров, а процесс этот называется кетоз. Так вот, второй путь наиболее физиологичен нашему организму. И если перевести рацион, тип питания на кетогенную диету, только разумную, без ошибок, смотрите мое видео, вот это, кетопитание, тогда пройдет инсулинорезистентность и снизится инсулин в крови. Поджелудочная железа впервые, может быть, в жизни будет отдыхать и регенерировать себя, восстанавливать себя. И печень, и многие другие органы не будут повреждаться сосуды-капилляры, улучшатся обмен кислорода и питательных веществ в тканях. В общем, одни только плюсы. И еще высвобождается большее количество полезной чистой энергии для наших клеток без побочных негативных последствий, как это происходит всегда при расщеплении глюкозы и прочих сахаров. В этой связи смотрите мои видео, которые вам все пояснят. Инсулинорезистентность. Почему вам хочется есть сладкого, калории и прочие мои видео по сахарам и последствиям их потребления. Но главное, для раковых клеток и грибков микрометцетов, то есть плесневых и дрожжевых грибков, энергии, высвобождаемой при метаболизме жиров, недостаточно. То есть им нужна очень быстрая энергия и очень много этой энергии за единицу времени, поскольку у них ускоренный метаболизм. Возможно, вы слышали про быстрый темп роста раковых клеток и грибков, колоний грибков. Ведь порой скорость деления их клеток до 20 и более раз выше, чем у наших родных клеток организма. Но работает второй путь, то есть кетоз, только тогда, когда человек прекращает есть все сладкое на вкус. И потому, убрав сладкое из рациона питания, вы уберете энергию, подпитку энергии у раковых клеток и грибков микрометцетов. А если им будет не хватать энергии, то ваш иммунитет подавит их однозначно. Это главное, запомните. Но тут главный алгоритм. Вот он. Надо потреблять не более 25-30 грамм чистого сахара из всех съедаемых продуктов в течение дня и не более того. То есть глюкозы и фруктозы. Из любых продуктов. Поэтому теперь вы можете сами себя спросить, а не меня, можно ли есть тот или другой продукт. Просто поймите, сложив все сахара из всех продуктов, съедаемых за день, учитывайте, что нельзя есть более 25-30 грамм чистых сахаров в день, и тогда у вас пойдет кетоз. В этом вам помогут мои видео. Я не просто так даю постоянно на них ссылки, иначе это видео было бы 5-6 часов. А кому надо, тот поймет, а кому надо, тот вспомнит. И тогда посмотрит то, что я дал под этим видео. Дорогие товарищи, но есть еще на самом деле четвертый пункт, очень важный. Он как бы не прямой, но опосредованный. Это те продукты, что повреждают слизистую кишечника, создавая как бы проходы в слизистые. Как раз они создают предпосылки для грибков микромицетов. Это белки лектины, то есть растительные, но высокомолекулярные тоже белки, которые вызывают воспалительные процессы в организме. И в первую очередь в кишечнике. О них у меня на канале есть уже несколько видео. Посмотрите хотя бы вот это, про томаты, то есть помидоры. Там я даю механизм, как это происходит и почему. Ну а помимо изменения самого питания, вот этих нюансов, о которых я вам только что рассказал, важно применять методики. Потреблять активные вещества для подавления колоний грибков. Как снаружи, так и главное. Изнутри, то есть через кровь, когда действующие вещества попадают с током крови во все клетки нашего организма. А тем более к грибкам, так как они потребляют из нашей крови и наших тканей больше питательных веществ, чем родные клетки нашего организма. Из-за ускоренного их метаболизма и агрессивной их активности. Ну а помощниками вам в борьбе с грибками будут, во-первых, водородная вода, как мощнейший антиоксидант. Посмотрите хотя бы вот это последнее мое видео на моем канале. Живая вода, водородная вода. Второе. Противогрибковый курс. Программа. Вот он и ссылка на него в описании под этим видео. Третий пункт. Есть также набор для наружного применения, если у вас есть грибок, стоп, ног, ногтей. Вот этот курс, ссылка в описании. Четвертый пункт. Сода как щелочь, но химически чистая. Вот вам два основных видео про соду. Непременно посмотрите ее. А под видео, в описании, подробно поясняется, чем же эта сода отличается от другой обычной магазинной соды. Ну и, собственно, в самих видео поясняется, какие дозировки, как и не только внутрь прием, а еще как делать содовые ванны. И тут уже любая сода действительно подойдет вместе с солью. Как? Смотрите видео. Пятый пункт. Есть у меня старый инфопродукт номер восемь. По грибковым кожным проблемам от псориазов до нейродермитов там и прочих кожных проблем. И очень важная информация, объемная там по поводу кандидоза. Шестой пункт. Я советую принимать синтезит-актив. Почитайте информацию, что это такое и что он дает. Ссылочка в описании. Седьмой пункт. Т8-экстра. Это такие полипринолы из пихтовой хвои. Очень мощные антиоксиданты. Ну и конечно восьмой пункт. Это куркума с черным перцем. Чтобы понять нюансы и какую куркуму именно использовать, с самым высоким содержанием куркумина и как катализатором, особым активным черным перцем, посмотрите вот это мое видео куркума. И помните, здесь один пункт усиливает другой. Идеально конечно так. Базовый набор, вот этот набор антигрибковый, плюс пункты 6, 7 и 8. В совместном применении. И конечно, надо устранять дефицит питательных веществ, который снижает защитные силы организма. Это мое видео дисбактериоз. Посмотрите его. Вот пожалуй и все. Не допускайте болезни. Лучше профилактика, чем потом лечение. Ну а теперь прошу вас послушать пару минут о моих других каналах. Самый важный из которых номер 4. У меня есть еще три канала на ютубе и все они тематические. На первом вы сейчас находитесь, просматривая это видео. Второй мой канал «Жизнь на земле». Он о природном органическом земледелии, об экостроительстве и иных сферах гармоничной здоровой жизни человека на земле. Третий о наших продуктах питания и товарах для здоровья. Он создан для того, чтобы не перегружать первый канал рекламы моих товаров и продуктов. И подробнее познакомить с ними желающих. И четвертый канал «Совесть и подлость». Он, на мой взгляд, самый важный из всех моих каналов. В нем я буду публиковать мои видео о проблемах современного общества, тенденциях и явлениях, которые уничтожают в человеке совесть, честь, разум, разрушают семью, приводят к деградации во рождению человека и все общество в целом и народа. Также я буду знакомить вас с интересными людьми и каналами, которые борются за светлое будущее наших детей и последующих поколений. За действительно настоящие человеческие, а не либеральные ценности. Я очень рекомендую вам смотреть видео на четвертом моем канале и пересылать ссылки на те видео своим знакомым и делиться ими в соцсетях. Заливать мои видео на свои каналы, у кого они есть. Распространять их для нашего общего с вами дела. Что ж, подписывайтесь на интересные вам мои каналы. Но только в случае нажатия, после подписки, на уведомление вас о выходе новых видео на том или ином канале. Иначе смысла нет никакого подписываться. Просто для статистики. Ведь просто подписавшись, вы никак не узнаете о выходе на канале новых видео, если только специально или случайно не откроете данный канал. А вот как это делается правильно? Посмотрите пошагово. Вы заходите на интересный вам канал. Вы видите вот эту кнопку подписаться. Нажмите на нее курсором, левой кнопкой мышки. И название изменится на слово сочетание «Вы подписаны». Но это не все. Справа от этой надписи вы увидите изображение колокольчика. Контур, изображающий колокольчик. Нажмите на него и откроются три варианта уведомления. Нажмите на слово «Все». Тогда изображение колокольчика изменится и он станет темным. И по его верхним краям появятся две черты, указывающие как бы на звон колокольчика. Теперь все верно. И только так можно быть уверенным, что обо всех видео, которые будут выходить на данном канале, вы на вашу электронную почту будете получать уведомления о выходе этих новых видео на канале. И вам останется только не полениться их посмотреть. Обязательно поделитесь ссылкой на данное видео с вашими друзьями, коллегами, товарищами. Помогите распространить мне данное видео. Пусть это будет вашей благодарностью мне за мой труд и время, которое я трачу на создание данных видео. Все честно и справедливо. Это важно. Я не просто так это делаю. Ну а на этом все. Я желаю всем хорошим, честным и порядочным людям крепкого здоровья. Увидимся в новых видео. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok